Приветствую! Читая комментарии к видео о законопроекте 9566, я увидел возмущение людей по поводу изменений в закон о национальной полиции, в той части, которая говорит о полномочиях полиции о доставке людей в ТЦК ИСП. И вот здесь хочется несколько выступить в защиту пана Мазурашу. Почему? Потому что ничего нового он на самом деле не предлагает. На сегодняшний день действующее законодательство Украины наделяет полицию полномочиями по доставке военно обязанных в ТЦК и СП в том случае, если они совершили административное правонарушение. И сейчас я вам как раз покажу те нормативно-правовые акты, которые наделяют полицию этим полномочиям. И заранее вас попрошу не ставить дизлайки этому видео, не писать там гневные комментарии мне, потому что хочу обратить ваше внимание. Ну не я же писал эти законы. Да, я лишь рассказываю о том, что написано в этих законах. Перед тем, как мы перейдем непосредственно к теме нашего видео, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Информации там гораздо больше и появляется она более оперативно, чем информация на ютуб-канале. И также я там отвечаю в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному ролику. Ну а теперь перейдем непосредственно к изучению действующего законодательства. В первую очередь мы посмотрим закон о национальной полиции. И здесь мы видим 37-ю статью, в которой в части первой указано следующее. Полиция уповноважена затримувати особу на подставах у порядку та на строки визначенні Конституцией Украины, Криминальным процессуальным кодексом Украины та Кодексом Украины про адміністративные правопорушения, а также и другими законами Украины. И мы с вами обратим внимание на две вот этих составляющих. Кодекс Украины про адміністративные правопорушения и другие законы Украины. Смотрим сначала КУПАП Украины. Есть 262-я статья, где дан перечень органов и должностных лиц, которые могут осуществлять адміністративное задержание. И вот мы видим, что адміністративное затримання провадиться органами внутрішніх справ национальну полицію. И вот здесь, где у меня выделено, одна из причин затримания при порушенні призовниками, військовозобвязанными, резервистами правил військового облику, порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. То есть, як ми видим, поліція імеє право затримувати осіб. Ну і дальше посмотрим ту часть іншими законами. Смотрим закон про військовий обов'язок і військову службу. Сейчас посмотрим, це стаття у нас 38 цього закона. И вот здесь на сегодняшний день сказано, что органы национальной полиции Украины у встановленного законом порядку зобовязаны за звернением ТЦК и СП або региональных органов службы безопасности Украины доставить до таких ТЦК и СП Центрального управления або региональных органов службы безопасности Украины осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210-210 Прим Кодексу Украины про адміністративні правопорушення. І ще раз наголошую, доставити, видите, здесь есть их обязанность доставить, а в Кодексе о адміністративных правонарушениях есть обязанность задержать. Соответственно, как мы с вами увидели, в соответствии с действующим законодательством Украины национальная полиция может и задержать военнообязанного призывника-резервиста и доставить его в ТЦК в тех случаях, когда он совершил правонарушения, предусмотренные статьями 210-210 Прим Кодекса Украины о административных правонарушениях. Ну а это какие правонарушения? Неявка по повестке, да, то, что больше всех, конечно, беспокоит. Ну и, собственно говоря, другие нарушения правил воинского учета. Друзья, для тех, кого интересует более подробно вот процесс задержания, да, как это должно происходить, как это должно оформляться, здесь сейчас появится ссылка на видео, там достаточно большое видео, где я подробно рассказываю про процедуру задержания, про то, какие права есть у человека во время задержания. И здесь говорим о административном задержании, естественно. И вы, посмотрев это видео, можете, собственно говоря, полностью понять эту процедуру. Там достаточно подробно все будет описано. И, естественно, будет описано со ссылками на нормативно-правовыми актами. А данное видео я заканчиваю. Если вы считаете, что оно было полезным, поставьте ему лайк, поделитесь в соцсетях и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Вы найдете еще массу полезных видео. А я напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.